Здравствуйте! История Гулистанский договор Договор Гулистан, русский, Гулистанский договор, персидский, запятая был мирный договором, заключенным между Российской империей и Ираном от 24 октября 1813 года в селе Гулистаны, ныне в Геронбойском районе из Азербайджана, в результате первая полномасштабная русско-персидская война, 1804-1813 годы ГГ. Мирным переговором способствовал успешный штурм Линкарани генералом Петром Котляревским 1 января 1813 года. Договор подтвердил передачу и включение того, что сейчас является Дагестаном, восточной Грузией, большей частью Азербайджанской республики и частью Северной Армении из Ирана в состав Российской империи. Текст был подготовлен британским дипломатом Сыром Гором Узли, который выступал в качестве посредника и обладал значительной степенью влияния при персидском дворе. Его подписали Николай Артищев от России и Мирза Балхасен Ханельчи от Персии. Результатом договора стала передача основной части кавказских территорий Ирана Российской империи. Договор также напрямую способствовал началу следующей войны XIX века, русско-персидской войны, 1826-1828 годы ГГ, в которой иранские войска снова потерпели поражение. В следующем туркменчайском договоре Каджарский Иран потерял свои последние оставшиеся кавказские территории, включая современную Армению и оставшуюся часть современного Азербайджана. К 1828 году Иран потерял по обоим договорам все эти неотъемлемые территории в Закавказье и на Северном Кавказе. Район к северу от река Арас, включая территорию современных народов Грузии, Азербайджана, Армении и Северокавказской республики Дагестан, была частью Ирана до тех пор, пока они не были оккупированы Россией в XIX веке. В качестве дополнительного непосредственного результата и вследствие договора Гулистана в сочетании с туркменчайским договором 1828 года, ранее иранские территории перешли под русским языком, а позже советских контролей в течение приблизительно 180 лет, и Дагестан остается составной республикой в составе Российской Федерации в этот день. Состоит из большей части территории, переданной по Гулистанскому и Туркменчайскому договорам. Три отдельных государства обретут независимость после распада Советского Союза в 1991 году, Грузия, Азербайджан и Армения. Фон в 1801 году Российская империя привела к присяге нового царя Александра I, который стремился расширить контроль России над соседними территориями. Несколько лет назад в Иране, Фатхали Шах Каджаров и стал новым шахом после убийства своего дяди, Ага, Магомед, хана Каджара. В 1797 году во время его правления, Ага, Магомед, хан потерпел поражение и вновь починил Афшарит, сифевидов-вассалов и подданные в регионах современной Грузии, Армении, Южного Дагестана и Азербайджана, и заявляли, что эти районы по праву принадлежат Персии. Во время и после Карцанистской битвы в 1795 году он восстановил полный контроль над Восточной Грузией, Дагестаном, Арменией и Азербайджаном. Несколько лет спустя, после убийства Агама Хамадхана в Шуша, умер Иракли-2 из Грузии. Россия, желая расширить свою территорию и торговлю, воспользовалась возможностью аннексировать Восточную Грузию. 9. Персидский двор попытался присоединиться к Франции в 1801 году, чтобы занять лучшую позицию в случае войны с Россией, но эти попытки не увенчались успехом. Позже, когда и Россия, и Великобритания были вовлечены в наполеоновские войны. Вместо этого Фат Хали Шах заключил сделку с Великобританией о предоставлении Персии военной поддержки со стороны британских войск в обмен на предотвращение входа любой европейской страны в Индию. 10. По соглашению, Персия вступила в Первую русско-персидскую войну против сосредоточенной в военном отношении России, которая активно участвовала в наполеоновских войнах. Первым мотивом Персидского двора при вступлении в войну было восстановление своего контроля над Грузией и обеспечение защиты остальных ее северо-западных границ. Однако Фат Хали Шах также слышал о зверствах, совершаемых российскими военачальниками в Грузии путем массового вымогательства и недобросовестного управления. 11. В численном отношении персидские войска имели значительное преимущество во время войны, имея армию в пять раз превышающую численность русских на Кавказе. Однако персидские войска отставали в техническом плане и были плохо обучены, и персидское правительство осознало эту проблему намного позже. Несмотря на эти существенные недостатки, боевые действия продолжались в Северной Персии, Азербайджане и в регионах Грузии. Персидский суд дошел до того, что объявил джихад Российской империи и призвал своих иранских подданных к сохранению единства. 12. Персидский двор также запросил военную и финансовую помощь у французского Наполеона в свете франко-персидского союза, хотя Франция пообещала поддержать амбиции Ирана и помочь ему вернуть недавно утраченную территорию Грузии. В конечном итоге Наполеон оставил Персию без помощи, поскольку отношения Франции с Россией стали более важными после подписания двумя странами Тильзитского договора в 1807 году. Война произошла 31 октября 1812 года во время битвы при Айсландузе, в которой персидская армия потерпела решительное поражение. После битвы у Фатхали-Шаха не было другого выбора, кроме как подписать гулейстанский мирный договор. Согласно кембриджской истории Ирана, даже когда правителям на Плато не хватало средств для установления сюзеренитета за пределами Араса, соседние ханства по-прежнему рассматривались как иранские зависимости. Естественно, что именно те ханства, расположенные ближе всего к провинции Азербайджан, наиболее часто подвергались попыткам восстановления иранского сюзеренитета, Эриванское, Нахчеванское и Карабахское ханства через Араксисис и Саракское ханство Талыш с его административной территорией. Штаб находится в Ленкаране и поэтому очень уязвим для давления со стороны Тибриза или Рашта. Помимо Карабахского ханства, хан Генджи и Вали Гурджистана, правитель карт Ликохитинского царства на юго-востоке Грузии, хотя и менее доступны для целей принуждения, также считались вассалами Шаха, как и ханы Шаки и Шерван, к северу от реки Кура. Контакты между иранами и ханствами Баку и Кубы, однако, были более непрочными и заключались в основном в морских торговых связях с Анзалей и Раштом. Эффективность этих несколько случайных утверждений о сюзеренитете зависела от способности конкретного Шаха реализовать свою волю и от решимости местных ханов уклоняться от обязательств, которые они считали обременительными. Оценка даже сегодня Иран официально рассматривает его и позднее Туркменчайский договор как одни из самых унизительных договоров, когда-либо подписанных. Этот договор также рассматривается иранцами как основная причина, по которой Фадхали Шах считается одним из самых некомпетентных правителей Ирана. Ученые в Азербайджане отмечают, что Карабахское ханство, где был подписан договор, проводило независимую внешнюю политику еще в 1795 году, когда Ибрагим Халил хан, вали Карабаха, опасаясь за свою независимость, предупредил султана Селиматрия Бога Мухаммеде. Амбиции хана Каджара покорить Азербайджана затем Карабах, Эриванью Грузия, в том же году Мухаммад хан, Хаким Эривана, также написал письмо Селиму Трим, предупредив его об агрессии Ага Мухаммада и прося защиты от Османской империи. Имперские российские историки утверждают, что поглощение России за Кавказе защитило местное население от постоянных иранских и османских вторжений, а христианские народы Кавказа были освобождены от мусульманских репрессий, что обеспечило мир и стабильность в регионе. Жизненно важным для подписания договора было соглашение, заключенное Фатхали Шахом с Великобританией. После поражения в русско-персидской войне Шах понял, что новое нападение русских почти неизбежно. Британия считала такую войну невыполнимой для персов и поэтому воспользовалась слабостью Персии для укрепления своих иностранных дел в регионе. Используя свои недавно обнаруженные дипломатические связи с Британией, Персия заключила в 1812 году договор об оборонительном союзе, в котором было обещано, что Великобритания предложит оборонительный союз против дальнейших посягательств России. По сути, в его условиях говорилось, что Персия будет защищаться от любой европейской армии, входящей в Индию, в которой размещены британские войска, а взамен Великобритания предоставит военные и финансовые средства против любого будущего нападения России. Предшественник Второй русско-персидской войны 1826-1828 годы, Гюлистанский договор не разрешил возможность будущего конфликта между Россией и Ираном. Приоритетом России перед войной была Европа и Наполеоновские войны, что объясняет относительно небольшое количество войск, выделенных Россией для русско-персидской войны. Гюлистанский договор можно в первую очередь рассматривать как способ для обеих стран перевести дух 25, чтобы они могли сосредоточиться на других вопросах. После подписания договора Персия снова начала быстро наращивать свою армию, так как Фад Хали Шах был полностью посвящен возвращению потерянных территорий. Поэтому неудивительно, что Фад Хали Шах приказал своему военачальнику Аббасу Мерзе начать подготовку войск в 1823 году, за три года до следующей русско-персидской войны. Более того, персидское духовенство публично заявило, что джихад против России не окончен. 26. В 1826 году Персия при поддержке Великобритании снова вторглась на территории, потерянной для России. Вторая война длилась два года, и Персия потеряла 35 тысяч солдат против 8 тысяч русских. Поражение Персии завершилось подписанием Туркменчайского договора, который привел к дальнейшим потерям современной Армении и оставшихся частей Азербайджана.